Адвокаты заявили, что следствие не подало доказал виноватости подоборонных. Основным материалом виноватшиня сталося виды с камерой на зеранне метро. Пирорист с великою торбою вагой около 20 килограммов выходит с техника на станции Купаловская. Простунель-подрывник проходит на Костричинскую. Идет по перроне, спиняется, вертается до схода, закладает в обуховку под лавой на узроне другого вагона, поднимается на восток, запуская бомбу. Но на видео, которое держали меди, нет всего шляха человека в черном. Нет момента закладания бомбы. Почему нам на суде не показали полное видео с камер видеонаблюдения в метро? Тем более я была на этой станции, я была в этом метро, я видела, что там лицо заснять, проще некуда. Там камеры со всех сторон. И качество там нормальное. Когда проходишь мимо вот этой будки, где женщина сидит на этих камерах, там все прекрасно видно, четко, каждое лицо. Затоя есть шерох с уперечностю. Вот террористы здесь шерную тяжкую торбою с выразным белым логотипом Уэст. Седай утягник. Выходит на станции Купаловская, а на торбе логотип уже отсутничает. Переход по меж станциями Кострычницкая и Купаловская. Террорист стоит некий час, а потом берет торбо доедет. Чому он затримливается? До того же на досыть протяглый час. Зерните еще раз. Человек у черного стоит, разглядается. Побачивши к гостю на топе, нахиляется бяре торбы доедет вслед. На видео видно, что это не просто минок. Они обмениваются пузырьками, мягкими даже короткой репликой. Варто пригадать початок следствия. Это реальный фоторобот. Он составлен по показаниям свидетелей и по данным объективного контроля. Если в метро Канавалов был один, откуда два фоторобота? Может, другого это и есть человек, которого ждал террорист? Звертают на себя увагу и люди так само в черном. Вот один из них. Быть бы, побачивши человека с торбы, раптонно меняя керунок ходы и как бы вядя за собой. А вот Шарговый. Один из сотен людей. Персекая перрон и керуются до террориста, который бы его ждет. За тем, я найдусь разом, туда, где закладается бомба. Могчимы, это только с упадения. Но на то, что здесь снять злочинство в месте, где все под наглядом камерам. Вот он, когда входил в метро и так далее, он на камеру играл. Тут почему-то он перекинул сумку. Далее, садясь в поезд, он не идет почему-то в середину, где, казалось бы, меньше людей. Когда в поезд садится. А заходит уже возле камеры. И заходит не первым и не в толпе, а только последним. Чтобы его было четко видно. Наверняка он знал, что камера находится здесь, либо был проинструктирован, где входить. И он заходит здесь, и как бы на камере потом его четко можно будет видеть. Ага, действительно заходит человек с сумкой. Тут на камеру игра. Был бы он 10 метров дальше, стоял бы в толпе дальше. И у них кто в жизни, на камере, запись не было бы, даже не было бы видно.